Здравствуйте, дорогие друзья! В естественно, научных коллекциях музеев России хранится множество интересных и уникальных экспонатов. Не исключение и Мордовский республиканский королевический музей. Однако в нашем музее есть уникальный экспонат, подобных которому в музеях нашей страны всего лишь несколько. Сегодня речь пойдет о находке неполного скелета морской рептилии плезиозавра из семейства поликателит, который был обнаружен школьникам летом 2018 года в окрестностях города Саранска, а также о энтузиастах. Благодаря их помощи уникальная находка благополучно была доставлена стены Краевического музея. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Именно здесь, в пяти километрах от Саранска, на одном из участков Макаровского глиняного карьера, учащийся кружка юные палеонтологи при ДДТ городской округ Саранск Данил Калмаков обнаружил серию позвонков, которые уходили в стенку карьера. Субтитры подогнал «Симон» Но прежде чем продолжить, хотелось бы рассказать немного о Макаровском глиняном карьере и предыстории находки, ведь она не совсем случайна. Макаровский глиняный карьер на своей площади вскрывает суглинки, образованные в четвертичное время. Нередко здесь находки моренных отложений, оставлены ледником в виде кварцитов и окремнелых известняков. Но на некоторых участках карьера скрываются более древние породы, приуроченные к позднем меловому времени Мезозойской эры. В то далекое время, около 100 миллионов лет назад, вся эта территория была покрыта теплыми морскими водами. В морях водились разнообразные существа, от крошечных, типа одноклеточных форминифер, до поистине гигантских рыб и морских рептилий, плезиозавров. Для неподготовленного человека слои горной породы могут показаться однообразными. Всего лишь чередование каких-то пестрых глин, песчаника или мела. Но для настоящего специалиста, геолога или палеонтолога, это поистине каменная книга. И, к сожалению, вот эта каменная книга, ввиду того, что прошло миллионы и сотни миллионов лет, ее страницы оказываются, ну, как бы вырваны. То есть, эта книга становится неполной. Как вот, например, здесь, где мы сейчас находимся, в Макаровском глиняном карьере. Здесь мы видим с вами пять таких страниц. Первый из которых у нас лежит внизу и представлено серыми глинами, информации которых, к сожалению, недостаточно для палеонтолога, чтобы определить относительный возраст, так как эти слои оказались по тем или иным причинам абсолютно пустые. Следующий слой, он небольшой, представлен конгломератом с фосфоритом. И этот слой уже наиболее интересен, так как в нем обнаруживаются ископаемые остатки древних организмов. В частности, здесь были найдены окатанные зубы акул, древесина и даже позвонок верхнемелового эхтеозавра платья птеригия. Этот слой уже может нам рассказать очень многое. Ну, во-первых, то, что когда-то здесь были верхнемеловые морские отложения, и это море со временем начало мелеть. И как раз вот этот вот конгломерат с фосфоритом нам показывает о том, что нижние слои, уже которые сформировались в более ранние времена, они переотлагались уже в более мелком море, а потом и море-то совсем исчезло. То есть оно прекратило свое существование. И это как раз мы можем видеть именно в этом слое. Следующий слой галуконитового песчаника, такого зеленоватого цвета, для нас оказался наиболее интересный. Помимо зубов акул, достаточно хорошей сохранности, здесь обнаруживаются фрагменты костей морских рептилий-плезиозавров, в том числе поликателидов. Именно в таком слое летом 2018 года Данил Калмаков обнаружил целый скелет рептилий-плезиозавра поликателлида. Опять же, по этому слою можно сказать, что это, во-первых, морские отложения, а во-вторых, то, что море было относительно неглубоким, тёплым, и в нём обитало огромное количество живых существ. Иногда в этом карьере встречаются отдельные линзы, как вот, например, здесь, пищевого мела. Эти слои приурочены к верхнему мелу, к мастрихту, последнему ярусу мелового периода. Собственно, в этот период времени у нас начинают вымирать динозавры, заканчивается господство древних ящеров, которые существовали на планете более 160 миллионов лет. Над этим слоем, скажем так, страницей этой книги, закрывают породы, которые образовались несколько сотен тысяч лет. В эпоху, когда на этой территории была покрыта льдом, и после отступания этих ледников уже сформировались суглинки, которые вы видите сверху, и почвы, которые, собственно, и закрывают историю, геологическую историю данной территории, в окрестностях города Саранск. Вот сейчас в моих руках один из таких вот конгломератов, который был обнаружен в пограничном слое между белыми глинами и глуконитым песчаником. И при его раскалывании можно обратить внимание на такую характерную структуру для ископаемого дерева, которое находилось какое-то время в воде. Так как вот здесь вот можно разглядеть такие своеобразные черные точки. В свою очередь они были оставлены организмом, моллюском, который сейчас называется, имеет такое название, тривиальное, как корабельный червь. В этом же слое попадаются вот такие шайбообразные позвонки морских рептилий-ихтиозавров Платиптеригии. Платиптеригии – это последние ихтиозавры, которые существовали на нашей планете, и вымерли они на границе с Антоной Турона где-то примерно 94 миллиона лет назад. Позвонок окатан, поэтому, в принципе, можно предположить, что вот эта регрессия моря, то есть его отступание, произошло уже после Туронского времени. Ну и вот такие вот, зачастую, разбитые, окатанные зубы ископаемых акул ламноидных, которые уже были похожи на современных акул, тоже из этого же слоя. В следующем слое глуконитового песчаника, приуроченное к кампанскому ярусу верхнего мела, можно встретить в хорошей сохранности зубы хрящевых рыб, такие как ламноидные акулы. Вот такой вот прекрасный зуб здесь попался в свое время. И интересные давящие зубы акулоподобной рыбы с латинским таким названием, как птиходус. Эта рыба питалась в основном моллюсками, и вот как раз форма ее зубов, похожая на своеобразный кирпичик, как раз такими зубами она перемалывала твердые раковины двустворчатых моллюсков. Также в этом слое попадаются отдельные разрозненные фрагменты морских рептилий, плезиозавров. Здесь вот у меня как раз несколько костей. Это фаланга атласта плезиозавра, какого уже сейчас трудно сказать. Фрагмент какой-то кости с характерной губчатостью на разломе. И вот такой очень интересный остистый отросток. Причем его интересность заключается в том, что при жизни это животное, которому принадлежал тостистый отросток, было ранено, у нее был сломан этот тостистый отросток, и со временем он зарос. Здесь можно увидеть такую характерную деформацию и валик зарастания. То есть, возможно, на это животное кто-то напал, более крупный какой-то хищник, и нанес ему вот такое вот увечье. Но животное спокойно просуществовало еще какое-то время. Следующий слой, который идет в данном карьере прямо над компаном, это маострийский ярус белого такого цвета, в котором можно обнаружить вот такие вот росты головоногих моллюсков-белемнитов. Ну, в простонародье такие вещи называют чертовы пальцы. По этим белемнитам можно очень хорошо определить относительно возраст данного слоя. Именно эти белемниты, у них название по-научному белемнитела ленциалята, за их характерное сечение, похожее на хирургический ланцет, они являются таким своеобразным индикаторами данного слоя. То есть, они больше не встречаются ни выше, ни ниже. И когда специалисты-ученые-палеонтологи обнаруживают вот такие вот в слоях обнаружат вот такие вот росты белемниты, они могут с точностью назвать время, когда эти слои формировались. В данном случае это маострийский, где-то примерно около 90 миллионов лет назад формировались данные породы. После первых находок в 2017 году зубов ископаемых акул, которые буквально надлежали под ногами, данный карьер стал объектом нашего пристального внимания. Позже были обнаружены отдельные фрагменты костей морских рептилий, ихтиозавров и плезиозавров, что еще больше подогревало интерес к этому уникальному для Мордовии местонахождению. За два полевых сезона была собрана богатая коллекция различных ископаемых. Помимо зубов разнообразных акул, костей морских рептилий, здесь попадались зубы и позвонки лучеперых рыб, таких как инходусы или саблезубые сельди. Отдельные виды инходусов могли достигать полутора метров в длину. Характерной чертой этих рыб являлись длинные до 6 сантиметров клакообразные зубы, предназначавшиеся, вероятно, для выдержания добычи мелких рыб и головоногих моллюсков. Еще одним представителем лучеперых рыб, остатки которого иногда попадались в карьере, стала протосферена. Это были крупные, достигавшие трехметровой длины рыбы. Их длинное рыло образовывало короткий меч с продольными бороздками. Зубу протосферин мощная, в особенности передней, изжата из боков. Протосферины при жизни являлись быстрыми и очень проворными хищниками. Питались они в толще воды, буквально врываясь в косяки рыб и оглушая зазевавшуюся добычу своим длинным мечевидным отростком. Многочисленные выезды и тщательный осмотр карьера, в конце концов, дали свои положительные результаты. После обнаружения в стенке карьера серии позвонков плезиозавра, было принято решение заложить разведывательный раскоп, благодаря которому появилась возможность обнаружения остальных частей скелета морской рептилии. А о том, как проходили раскопки, и что еще было интересного обнаружено, смотрите во второй части фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok